здравствуйте дорогие зрители есть вот два таких элементов таблицы менделеева которые в общем-то друг на друга отчасти похож это углерод и кремния они очень похожи вот например есть соединение углерода метан CH4 есть соединение кремния селан CH4 тот и другой летучий газообразный тот и другой горючий в результате горения образуется вода и значит двуокись СО2 или СО2 кремния О2 а там значит углекислый газ но СО2 твердое а углекислый газ газообразный вот такие вот дела происходят надо сказать что кристаллическая структура углерода она очень разнообразна там есть две два таких основных представителях кристаллов это значит первый кристалл это вот то из чего делают карандаши так сказать графит в графите она очень интересная структура он образует такие шестиграннички да он в узлах такой шестигранной сетки там в каждой этой сетке три валентных связи с пол на четвертый болтает сама по себе и вот между этими слоями образуется металлическая связь вы знаете что графит является проводником и очень часто используется в электротехнике например так называемые щетки да такие вот графитовые щетки значит контакты скользящий контакт вот он металл по графиту хорошо передается значит напряжением старое время вообще углерод очень много использовался в электротехнике наушники были там с этим углеродным наполнением графитовым такие вот всякие вещи ну так вот что дальше хочу вам сказать вообще говоря кремния углерод еще образует интересную структуру значит кристалл со структуры алмаза так и говорят структура алмаза вот такой вот уникальный кристалл и вот где-то это дело было в 19 веке несколько исследователей попытались получить и получили но у некоторых эту нет он он говорил что получил на самом деле он не получил а вот тут вот пальму первенства за таким запишем но вопрос темный но тем не менее был получен совместное такое соединение углерода и и карбина и углерода простите кремния соединение чего-нибудь с углеродом называется так сказать карбин карбид кремния он называет да си ц вот такая формула и вот этот карбид кремния в кристаллическом виде имеет структуру алмаза само собой сразу намек а он наверное очень твердый действительно твердый значит первоначально удавалось получать порошок вот этот карбид кремния мелкий такой кристаллический порошок его использовали ну для ну как вот лишь как шлифовать для шлифования понимаете на так вот и его еще используют до сих пор для этих целях и добавляют во всякие круги режущие да вот эти типа болгарки я не знаю как в конкретной болгарке он есть карбид кремния ли нет но тем не менее он хорошо режет и даже более того его используют в ювелирном деле делают такие кристаллики которые но в общем успешно заменяют алмазы принципе говоря можно им в случае что доказать что у меня алмаз что-то гомариши на стекле расписаться на эти как значит в колумбии если вы были бывали в колумбии поздно вечером на улице где есть эти ювелирные магазины ходят товарищи которые продают эти самые изумруды и вот чтобы доказать что изумруд брали ну прям берет и на 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 витрине магазина что интересует действительно твердый изумруд алмаз тоже твердый но я не бывал в колумбии просто слышал такие рассказы не думаешь человек который везде побывал знает как бывает на самом деле темно вот но так и дело не в этом дело в том что на земле в общем то говоря он то ли не встречается то ли практически не встречается что это значит то ли не встречается значит иногда когда обнаруживают следы карбиды кремния это наверняка вы сверлили эту породу каким-нибудь сверлом у которого содержал карбид кремния вот он там вот у вас и нашли вы следы карбиды кремния а второй вариант это он прилетел когда-то из космоса вот в космосе он есть карбид кремния в космосе есть в метеоритах он встречается метеорит на веществе карбид кремния вот и интересный вопрос как же он образовался вот на земле его ведь нет хотят чего только на земле нет да на земле вообще все есть как в греции да помните такое в греции все есть генерал у вас есть 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 а какие-то и в греции есть 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 рассказ такой был у чехова назывался по-моему свадьба вот так вот значит по по поводу этой самой карбиды кремния откуда он взялся в космосе и вот тут совсем интересные вещи то есть мы сразу попадаем в другую совсем эпоху не метеоритную а звездную и вот горит горит у вас звезда сначала в этой звезде пока она молодая в ней водород превращается в гелий когда достаточное количество гелия насинтезировалась вот ну по разным вариантом по разным бывает из этого гелия начинает образовываться углерод вот образовалась количество углерода кислорода назову начиная азота начинается такой цикл который значит называя значит потом происходит образование по гелия и вот наконец много-много гелия насинтезировалась насинтезировался из него так или иначе много-много углерода и вот тут вот на таких звездах как наша должно все закончится дальше уже нет возможности синтезировать что-то другое из углерода она превратится белого карлика а есть звезды которые более массивные чем солнце они получат нужную температуру и соответственно дадут синтез более тяжелых элементов возможно вплоть до железа 56 и тогда это будут те объекты которые называются верхновыми звездами в конце концов на их месте образуется если если он очень тяжелый то черная дыра если полегче то образуется нейтронная звезда или пульсар как мы называем они будут с квазаром пульсар и квазар это разная вещь вот так вот и код когда насинтезировался много-много углерода и вот он начинает сжиматься реакция в нем не идет потом сжимается сжимается и тут происходит чудовищное событие называется на углеродная детонация начинается этот углеродная детонация начинается бурный синтез более тяжелых элементов естественно этот бурный синтез сопровождается вспышкой на звезде вспышка сбрасывает часть массы звезды рассеивает в космосе такой переход другой режим перешли через режим белого карлика бабах вот этот взрыв и разбрасывается в том числе и углерод и тут же образа образуется и кремния карбид кремния в космосе есть облака состоящие из карбиды кремния вот где-то когда-то наша солнечная система подцепила остатки взрыва сверхновой звезды и вот эти остатки взрыва сверхновой звезды и эволюция этой сверхновой звезды заключалась в том что или ее соседки в том что образу было было углеродная вспышка который образовался карбид кремния ну и разлетелся соответственно вот вот такие вот вещи можно рассказать про карбид кремния карбид кремния это след углеродной детонации ты когда-то какая-то звезда сдетонировала вот что мы теперь имеем но мы имеем но массу знания на мало денег видите как одно другим не компенсирует я могу вам что-то рассказывать надежде на то что вы мне вы меня поймете правильно и пришлете мне денег внизу есть номер сбербанкской карточки номер счета в сбербанке без вашей поддержки я не смогу вот я все лето просил поддержку на строительство забора часть этого забора удалось найти деньги построить соответственно как то вот я теперь делаю вид что ничего не понимаю ничего не знаю никому рапортовать не хочу с меня дали были полный забор начали то чем не следишь будем тебя мы взимать у тебя твою собственность вот ну вот как-то так вот случилось то есть на забор то мне тоже деньги нужны и на жить ее тоже ну спасибо я еще не называл там что есть юмани киви кошелек кошелек контакте донейшин аллерс хорошая схема которая правда говорит в украине работает зато paypal работает в украине и сбербанк из украины деньги перевозят да вот такие вот дела нужду поддержку черт поделаешь пока